Салют, дружище! В прошлом выпуске мы с тобой побывали в Гагре, а сегодня продолжим путешествие по Абхазии. Обязательно смотри до конца! Фига поедешь, просто отдыхай. Может, Питсунди или еще нет? Еще 11 метров, мы доедем до Питсунди, посмотрим, что там такое вообще, что люди доедут. Какая-то китайская стена. Точнее, абхазская. Все, как мы любим. Зелено, горно и есть море. Какие пальмы? Ну, это главный критерий. Абхазия вообще зеленая, красивая, много пальм посажено. Есть даже альпийские луга, когда мы ездили, это вообще. И деревья вообще необычные для России, для нашей полосы, так скажем. И везде на горизонте есть горный пейзажик. Такое ощущение, что все дороги между гор. Но вся, как бы, дорога при этом без крутых каких-то углов. Нормальная, ровная дорога. Просто она немножко вертлявее, чем привычная. Кстати, асфальт хороший. Асфальт неплохой. Но есть, конечно, что поремонтировать, но не так все печально. Все вообще хорошо. И везде растут деревья, что, как бы, без этого здесь никак, потому что будет солнцепек когда. А если есть деревья, то есть тенек. У меня вообще такое ощущение, что мы все время едем в лесу. Мы приехали в какое-то интересное место. Здесь свисают скалы, а здесь песочный пляжик. После разнообразной и шумной гагры в Питсунде ты окунаешься будто в райский мир. Здесь нет городского пейзажа и практически нет людей. Время здесь будто останавливается. Здесь действительно можно только чилить. Такая вот бухта здесь. Мы только-только проснулись. Баня сидит, привязанная к петюшке. Она, конечно, может утащить, но зато не так резко это происходит. Еще на курорте прикинь окружают все такие тридцатушки-красатушки. Предано, действительно, любого нас. Голосами в моей голове. Здесь сказано, что вы были довольно известны когда-то. Смотрите, кто тут у нас. Пятый садник. Мы сходили в душ к друзьям, с которыми путешествовали по Абхазии. Мы наконец-то помылись в безлимитной воде. Ну, сбербанк, знаете, наш сбербанк привязан. Люди такие сходят, короче, в душ где-нибудь при мотеле за 100 рублей и такие, ой, типа, душ. И я думаю, блин, у тебя автодом, ты же и так моешься. Типа, ну, в чем прикол? Оказывается, все-таки есть прикол. Вода, считай, лимитная. Ты быстренько все смываешь. Хоть она и теплая, хоть она и есть, хоть ее можно и не экономить, но все равно какое-то особое ощущение есть после души. Несколько дней мы повалялись на пляже и даже впервые увидели настоящий риф. Но это не наш вид отдыха, поэтому мы собрали свой домик и рванули дальше. Ну что, едем дальше путешествовать по Абхазии. Абхазские сурпантины. Это новенькая. Камера никогда не передаст то, что можно увидеть глазами. В Абхазии невероятные пейзажи. Каждый сантиметр дороги как произведение искусства. Обязательно съездить туда, если ты никогда не был в Абхазии. Мы приехали в Сухум. Здесь, между прочим, песочный пляж, но вход в воду все равно с галькой, с камушками. Это можно назвать песком. Смотрю, какой мелкий. В Сухуме заметно уже есть цивилизация. Здесь уже город. Он достаточно большой, зеленый. Здесь есть квартирные высотки. В общем, здесь уже движуха совсем другая, нежели в Питунде и в Гаграх. Пришли прогуляться на Сухумскую набережную. И вон она какая длинная. Просто бесконечная. Здесь много заброшенных зданий. Прям очень много. В некоторых местах смотришь на первом этаже разруха, на втором живут люди, на третьем, на четвертом опять все заброшено, на пятом опять живут люди. В общем, интересно. Ну и все вот такое вот. А еще видели резиденцию президента Абхазии. И там вместо одного стекла пакетом заделано. Там здание такое обшарпанное. Так вот, здание президента Абхазии видели. И одно стекло было заклеено. Там что-то здание зашпукатурено местами. Забор какой-то непокрашенный. В общем, с нашим татарстанским понтом вообще не сравнится. Здесь ценности совершенно другие. Дороги, кстати, хорошие. А еще здесь очень вкусно пахнет елями. Прям вот как будто в каком-то сосновом лесу находишься. Морской воздух соленый, ели. Прекрасно. А сейчас мы шли за группой экскурсий и услышали, что этот порт работает сейчас наполовину и принимает только грузовые судна. Красивее пальмы, только пальмы в огоньках. Здесь уже что-то похоже на арбат московский, либо на казанскую Баумана. Брехаловка. У нас есть ютуб-канал, мы про путешествия там снимаем. Девочки, снимайте. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Спасибо большое. А тут у постоянников стаканы что ли какие-то? Да, это именные стаканы. Всю жизнь как бы наши мужчины всегда ходят в свою чашку. У них здесь свои чашки у постоянников вот так вот висят и ждут своего череда. Не, ну прикольно. Там бед папа бы втенел однозначно. Много ноток, много ноток всяких. Ну а драматический театр в любом городе отличается своей эпичностью. Посмотрите, какое фонтанище. Пойдем, Ваня слышит воду, смотри, смотри. Она уже накупалась. Какие большие алоэ, какие маленькие люди. Мы пришли в авкалиптовый парк и здесь нашли вот такую вот скамейку. Тут, правда, написано все на абхазском, но можно предположить, что здесь можно прийти и обменять книжку, ну либо просто принести свою, посидеть, почитать и помечтать. Прикольно здесь, вообще классно. А ты не думал, что с той стороны по-русски написано? Здесь, конечно, по-русски, но тут просто стих. Об сны мои, об сны, заветный берег мой. У вас сколько лет? Тридцать один, а тридцать три. Ну, как нам, нам да. Да, прикинь. У меня тоже тридцать один, а мы тридцать три. А я все время думаю, у меня тридцать три или тридцать четыре. Знакомства у нас происходят повсюду. Конечно же, единомышленников мы видим за километр. Такая пауза занялась. А что-то меня не спрашивают ничего. Заброшенный, недостроенный мост, смотрите. Или разрушенный. Или разрушенный. И вообще здесь очень, вот в этом районе все заброшено. Огороды. Мечеть какая-то. Какая-то мечеть. Мы едем отдыхать на реку. Нас позвал Володя в зал. Сегодня отдыхан на реке. Пейзажи обалденские. И коровы везде, и собаки везде. И так, мы тут толпой. А когда к вам это все пришло? Озарение. Ну и конечно, зная, что наши казанские ребята переехали в Абхазию и живут в Сухуми, грех было с ними не повидаться. Они нам показали потрясающее место. Спасибо, Володя и Лена. Мощь. Страшное место, скажу я вам. А то да, кстати, заблокируют в Ютубе за это. Чтоб вы понимали, вся эта красота находится очень близко друг от друга, и можно ходить даже пешком. Очень старая. Страшненько. Ого. Вот это да. Как будто большая канализация, да? Да, я первый раз такой дождь не вижу. Че, это ботинок валяется? Страшненько. Учитывая, что я совсем не люблю заброшки. И еще одна классная башня. Уже поменьше. Как будто из какого-то другого камня сделано. Преимущество жизни в доме на колесах – это постоянная смена красоты. Мы ночевали прямо около этого моста. И даже не почистив зубы, мы побежали созерцать это прекрасное. В Абхазии очень много бродяжных собак, причем много породистых собак. Вот, например, какой красавчик. Явно бродяжный. Это как увеличенная копия нашей баньки. Купался, что ли? Козы вон идут толпа. Посмотрите, сколько коз. Реально чешется, да? Это что? Инджир. Это завтрак чемпиона сегодня? Ага. Его прямо с кожурой едят. Да, да. Он еще не до конца зрелый, но уже сисный. Вон форма растет. Здесь заброшки. Здесь заброшки. А по краям живут люди. Какие большие дома заброшенные. Там опять заброшка. Здесь заброшка. А здесь опять люди. Причем участки такие огромные. И вот так вот повсюду. Заброшки. Люди. Наконец-то не корова. Жеребеночек. Смотрите, двухполосное движение. Люди просто по встречке ездят. Это уже третья машина. Никто не едет сзади еще по этой колосе. Они просто не парятся. Они тоже немножко местные уже. Я не устану повторять из ролика в ролик. Ребята, будьте людьми. Забирайте, пожалуйста, свой мусор и увозите хотя бы 2-3 мусоринки чужие. Как выглядят желтые листья в Абхазии. Как наш снег. Они падают и сразу поджариваются на солнышко, потому что здесь больше 30 градусов. Прикольно, да? Деревья просто гигантские. Конечно же, бамбук. Бамбук тоже опадает. А вообще, бамбук классное дерево, потому что наверху он мохнатый и закрывает от солнца, а между стволами можно спокойно гулять. Вечно в поисках еды. Здесь растут банановые пальмы, но их есть нельзя, потому что им чего-то не хватает. А вот инжир уже очень даже спелый. И вот классическая сушка вещей между деревьями. Что нашел? Инжир нашел, как всегда. Подержи, я почищу. Делай раз. Инжир я бы в магазине, наверное, не купила. Но так как он здесь бесплатный и спелый. Ешьте. Вот спелый, кстати, вкуснее, чем горький, который до этого мы ели. Идем, идем. А тут в винограде киви растет. Вот. Затесался. Если приглядеться, вон там еще торчит. Прикольно. Моя рыбина. Предложили нам покататься, а мы и не отказались. Катаемся себе. Марк спит. За столько времени первый дождь. И наконец-то не так жарко. Да, пушистая голова. Наконец-то пустой пляж. И мы на нем одни. Печальная эта ситуация. Смотрите, вообще никого нет. Ваня, ты где там у него? Какая редкость. Да, уже все, осень пришла. Здесь осень вот такой будет. Видок ничего такой. Там тепло. В заброшенном парке. Здесь, если честно, жутковато. Но вкусно пахнет эвкалиптом. И хвоей. Чувствуешь, эвкалиптом пахнет. Прям мятный запах. Как будто жвачку кто-то большой жует. Вот. Посмотрите, тут спилили дерево. Девочка осталась. Ветка осталась. И выросло огромное большое дерево. Обалдеть. И вон там лежит справа, смотри. Она тоже вот эта повалилась. А вверх не прекратила расти. Удивительно. Вот это осень, я понимаю. Да? Угу. Да, хотим полакомиться инжирчиком. Посмотрите, в каких домах живут люди. Как из сказки. А это похоже на обстрелы. Прям вот около такого парка. Здесь даже заброшки выглядят фантастически эпично. Что там нашел? Очень странную шишку. Она липкая вся. Хм. Тяжелая такая. Хм. Что это? Так вкусно пахнет. Да понюхайте. Видишь? А? А вот инжир. Ой. Неожиданно маленький инжиренок рыжий сидит. Видела баньку. Куда ты лезешь, сейчас упадешь. По бане, видимо, чует. Вон наверху еще инжир. Зрелый, фиолетовый. Ура! Будем лакомиться. Какие-либо фрукты для нас экзотические растут на каждом шагу. Но сейчас сезон инжира, и мы этим пользуемся. Спелый? Мягкий? Да. И вот еще, смотри, большой. Оранжевый. Вон растут апельсины. Вот. Да, они не падают. Они еще пока зеленые, потому что... Нет, ну же оранжевый не вижу. Оранжевый не вижу. Вон наверху вижу. Вот. Зацените заправку. Это реально заправка. Мы видели, как заправляются люди. Здесь есть шланг и канистры, из которых заправляют. Наша добыча выглядит так. Спелейший инжир, который уже выскакивает из кожуры. Вот. Вот. И яблочки. Перекус. Поймали в море. Игонная любит нас. Огромное спасибо, что ты досматриваешь наши ролики до конца и оставляешь лайки с комментариями. В следующем выпуске мы будем лазить по заброшкам, поэтому оставайся с нами. Спасибо. Спасибо.